Дональд лед Залушил мотор «А мы купили с Minimaut замок Бенцвиг Замок Большой Комфортный, трёхытажный Да-ну, да-да Сейчас еду в лес за дровами Разжигать будем камин огромный Чистим старинных лицарей Наводим порядок На картинах габелленах и прочих Обалденный замок Заходи в гости О, обязательно зайду Когда сможешь пригласить? Ну, где-нибудь через неделю Мини Маус собирается поехать к своей бабушке И я буду наводить порядок в замке И обязательно заходи У нас будет хорошая мальчишная вечеринка Пригласим девочек Девочек, о, это круто Посидим, поиграем Как говорится И все будет у нас круто Обязательно зайду Ну, когда тогда? Ну, где-то числа 15-го заходи Ну, давай, что, зайду обязательно Давай Девочек обязательно красиво бери Само собой, разумеется Кино, вино и прочее О, братан, ну здорово, здорово Ну, все, заметано, давай 15-го Ну, давай, давай, давай Бу-бу-бу-бу-бу Итак, дорогие зрители, добрый день! Сегодня мы расскажем о классике Диснея, о замечательной игрушке Mickey Mouse Ultimates. Игра ушла в 1994 году, изначально разработана компанией Dezing Softwares. Это интересная логическая игрушка, которая вышла только в американском регионе. О ней никогда никто не рассказывал на нашем, так сказать, ретро-игровом проме, игропроме. Вот, собственно, вкратце сюжет. Микки Маус читал старую книгу, заснул и попал в книгу снов. В этой книге снов он попадает в шотландский замок под названием Блейксфикс. В Блейксфиксе он, значит, помогает своим друзьям, Дональду, Мини Маус и другим персонажам Диснея, выполнять всякие такие логические задачки. К примеру, нужно расставить книги в алфавитном порядке в библиотеке. Или, к примеру, навести порядок в старинных галереях, прочищая картины от пыли. Также в игре есть всякие интересные пазлы, элементы. Кстати, графика достаточно интересная такая, мультяшная, забавная. Сейчас игра на eBay примерно стоит где-то в районе 80, ну, может быть, даже 100 долларов, наверное. Но в таком состоянии вы сейчас на eBay ее не найдете. Силт примерно стоит где-то 200 долларов. Игра уникальна тем, что это одна из немногих игр логических, которые вышли на этой системе. Игру отличает приятная графика, замечательная анимация. Вот так выглядит американский картридж. Все как положено, с защелочкой. Правда, вот пакетика у меня оригинального нет. Игру я покупал примерно где-то в году 2011. С доставкой она обошлась мне... Ах, запах хороший. Где-то в районе 50 долларов. Вот такой холдер. Но, к сожалению, в игре подкачал мануальчик немножко. Мануальчик здесь. Мы, как всегда, показываем все мануальчики. Вот. Внутри, значит, просто увидим черный текст. Немножко описание игры. В игре красиво нарисован сам замок. Будет такой момент, когда вы с помощью специальных магических бобов... Их нужно кидать в деревянный колодец, в котором льется магическая вода. И с помощью нее вырастет огромное бобовое дерево. По которому надо будет залезть на небо и победить великана. Но победить великана не в физической хватке. А великан даст вам загадку в виде часов. Часы в виде пазлов надо будет по кусочкам собрать. И после этого вы сможете увидеть конечную заставку игры. Также в игре очень красиво сделана анимация замков, старинных предметов, рыцарей и прочего. Издавала игру компания Хайтек. Хайтек – известная компания. Которая издавала Тома Джерри. И некоторые другие игры на Супер Нитенды. В целом игрушка интересная. Рекомендуется детям где-то от 10 до 12 лет. Но я в свои бородатые 3-4 года тоже с удовольствием ее... Ну точнее я ее уже прошел. Я думаю она вам понравится. Еще раз покажу коробочку вам. Вот так выглядит коробочка сзади. И вот так она выглядит с лица. Боковина. Так что советую вам обязательно в нее поиграть. И я думаю она вам понравится. А теперь перейдем к димплею. Субтитры создавал DimaTorzok И так уважаемые любители Супер Нитендо. Мы продолжаем Супер игру. Микки. Ультимат Челленджерс. Немножко исторических фактов. Так, у нас тут книжечка мы видим. Замечательный Микки. И не менее замечательный сессиропильный Мини. Ну я как любитель прекрасного возьму Мини. 19 сентября 1928 года вышел самый первый мультфильм о Микки Маусе. Назывался он Сумасшедший самолет. Это небольшой такой короткометражный мультфильм. Черно-белый. С интересными эффектами, с фикс-эффектами и прочим. Итак, нам покажут заставочку. Итак, мы начинаем игру. Немножко исторических фактов. В первоначальном варианте нового персонажа было решено назвать мышонка не Маус, а Мортинин. Но это имя было замарковано женой Диснея, Лиллиан. По ее предложению мышонка назвали Маусе. Итак, мы попадаем в замок в Удле, общаемся со стражником и заходим вот в первую машину. Создателем Микки Мауса по праву считается партнер Диснея Эйб Айвенс. Именно этот художник-мультипликатор первым признавался, что создал процесс создания мышонка. Он перебрал еще несколько вариантов животных, щенка, лягушонка и котенка. Но Дисней выбрал именно маленькую мышь. В одном из своих интервью Дисней заявил, что выбор мышонка был обусловлен тем, что студия Лайджин О'Гран в Канзас-Сити, на которой он работал в начале 20-х, была буквально народнена этими грызунами, как и мультфильмы тех времен. И он решил попробовать приучить одного из них к мультипликации. А теперь о самой игре. Пообщаясь с коровой Карабеллой, вот она перед нами стоит, нам нужно собрать алфавитные буквы. В чем заключается задача? Видите, книги плавают у нас по экрану. Нужно английскими буквами алфавита по порядку собрать слово. Словосочетание букв. При правильной букве, вот вы видели, сейчас такой трер-звук произошел, буква появляется в нижней части экрана в алфавитном порядке. То есть мы прыгаем, ищем буквы, нужные нам необходимые, и собираем целиком словосочетание. Изначально мышонок был задуман без своих знаменитых перчаток, но чуть позже, в мультфильме «Не опи хаус», на герои появились детские перчатки с двумя полосками сверху. Такой ход был задуман, чтобы видеть руки Микки Мауса на фоне черно-белой гаммы. Образ Микки Мауса был практически сразу соединен с образом его подружки Мини Маус, но не всегда их отношения были идеальными. В одном из первых мультфильмов героиня отвергает ухаживание Микки, предпочитая ему большого черного кота Пита. Кот изображается в не свойственном роли джентльмена, а мышонок представляется нам молодым и неудачным ухажером. Бедняга Микки очень переживает неразделенную любовь, тем самым вызывая еще большую неприязнь к себе. Так, нам еще нужно собрать около 8 букв. До 1967 года Уэлд Дисней лично озвучил Микки Мауса, но из-за хронического кашля вследствие курения был вынужден прекратить озвучку. Тогда компания Дисней поручила эту работу Джиме Макдональдс с 1977-го аж по 2009-й год. Микки Мауса озвучил Уэй Ольван. Вместе с появлением Микки компания Дисней стала всячески раскручивать свои товары с изображением вышелка. Рой Дисней выпустил сервию наушных часов с Микки Маусом. Сейчас эти экземпляры продаются на аукционах за бешеные деньги. А также плакаты, майки, фигурки и прочее. Вся коллекционная атрибутика связана с компанией Дисней. На заднем фоне мы видим старинные витражи из замка, что напоминает о средневековой эпохе, в лесовских и христовых походах. Так, нам нужно найти правильную букву. Но пока рано нам что-то никак не попадается. Вот буква С попалась английская кордола. Идем дальше. Особенностью мышелки является то, что при провороте головы его уши всегда остаются в одном и том же положении. Этот элемент является отличительным знаком бренда. На фотографиях, наклейках, жвачках и прочем. Итак, большую часть алфавита мы собрали. Теперь у нас осталось несколько всего лишь недостающих букв. Мы сможем завершить этот этап. В принципе, здесь задачи такие элементарные. Для детей 5-7 лет, но игра интересная. И несмотря даже на свой возраст, я с удовольствием на нее поиграл. Наверное, потому, что у меня все-таки было счастливое детство. Родители у меня тоже очень хорошие. Итак, нам осталось всего 2 буквы собрать. И мы сможем продолжить путешествие дальше. Точнее, даже вот последнюю букву Ви. Мы попадаем опять в коровы Корабелли. Она нам тоже что-то по-английски говорит. Здесь у нас специальная графа такая, полуавальная, желтого цвета. У нее мы будем собирать всяческие исторические фолианты. Такие как книги там, всякие свечки там и прочее. Теперь мы идем направо. Проходим стражника. Поднимаемся наверх. Заходим в башню. Здесь мы видим Дональда. Здесь тоже будет такая задачка. Мы попадаем на такое шахматное поле. На нем будут колбочки со всякими пряностями и жидкостями. Ну, магическими такими, скажем так, снабами. И задача будет такой, что нужно будет в определенном порядке, на определенных шахматных клеточках, расставить колбочки. Точнее, не расставить, а выкинуть их вот в это зеркало, которое находится у нас наверху. Обратите внимание, вот мы ходим по шахматному полу, а изображение Дональда у нас, такое как 2D нарисованное, находится на заднем фоне. Что, в принципе, прикольно. Еще хочется отметить то, что, в принципе, на снесе таких игр, вот, именно диснейского жанра, очень мало. В принципе, кроме Disney и Mickey Mouse Ultimate Challenger, я особо так и не помню. Было одно время, когда я учился в школе, это был 94-й год. Я выписывал журнал, и мне приносили его на дом в почтовый ящик. Где-то, наверное, полгода. Я помню, в одном из журналов был конкурс на «Угадай динозавра», то есть нужно было почитать там всякую литературу, потому что тогда интернета-то особо ни у кого не было. И нужно было разобраться, какие динозавры плотоядные, какие травоядные. И главный приз был там Super Nintendo, я помню. Его выиграла какая-то Катя Денисова, по-моему, если не ошибаюсь. Я просто покупал дальнейший выпуск, ну, как бы мы выписывали, да, и там была девочка на фоне конструктора Лего с приставкой Super Nintendo немецкой из магазина Денди. Ну, собственно, все. Кобочки мы собрали, выходим дальше. Теперь спрыгиваем вниз. Тут у нас бережок такой красивый. Запрыгиваем, идем дальше. Главные ворота замка, мы в них заходим. Разговариваем с какой-то тут дамой тоже. Задача этой головоломки залезть на лестницу и найти два одинаковых портрета. Более того, обратите внимание на световые спецэффекты. Если в течение трех минут мы не найдем все изображения, свет полностью погаснет и будет темно. И придется все начинать заново. Надо вот узнать, где две одинаковые фотки. Точнее, два одинаковых изображения. И в такой же последовательности их открыть. Вот двоих мы нашли. Злодей Пит. Вот нашли рыцаря. Мини. И где-то мини у нас вот здесь. была еще. Вот она. Корова Корабелла. Микки Маус. Вот. Мы открыли уже. Микки Маусы. Видите, как с другом находятся. Вообще красоты. Ну вот, собственно, и все. Такие достаточно незамысловатые задачки, но они создают определенную атмосферу этой игры. И в принципе, это получается очень даже достойно. Вот мы получаем какой-то кусочек золота. Теперь у нас волшебная книга, очки и кусочек золота. Что можно будет делать с этими предметами, вы сможете дальше узнать. Но мы вам все не покажем. Вы сами должны поиграть в эту замечательную игру и понять, для чего в конце игры используются данные предметы. А теперь здесь такая задачка на внимательность. Мы видим такой, как насос, резервуар. Внизу у нас стоят такие четыре, как таких небольших, турбоподдува. И мы вот так запрыгиваем. Вливается вода. Потом нам сама игра показывает, на какие кнопки нажимать. Опять на первую нажимаем и на третью, с правой стороны. Дальше вода опять сливается. И мы запоминаем последовательности следующих наживаний. Их надо сделать правильно. После чего вода в резервуаре опять начинает распоряться. И так далее, и тому подобное. Собственно, на этом мы и закончили наш небольшой обзор. Всего вам доброго и до новых встреч, друзья. Играйте в хорошие игры. И помните, что детство всегда должно быть детством. Играйте в хорошие игры.